Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос 3356. Как так получилось, что открытие приходов Русской православной церкви за границей на территории России вдруг признали вредным актом и не кто-то, а сами зарубежные священнослужители? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. «Октябрьские криминалы, как говорил один политический деятель, предали нас». Третья книга царств 22.22. Он сказал. «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал. «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». Вот так же происходило присоединение Прибалтики. Присоединение Прибалтики, Буковины так же находились из своих же предателей, кто просил ввести войска в Афганистан. Чем это кончилось? Так и эти разрушители РПЦЗ поймут, да поздно будет. А хищную сущность дельцов от религии во московской патриархии они увидят уже в течение первых пяти лет, как увидели и Прибалтии, пошедшие в ГУЛАГ. Буквально ломятся в дом патриархийный. Бытие 19.11. «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа». То, что делают сейчас насильники с РПЦЗ, будет потом обращено в ненависть к ним же, и из Экиля 16.37. «Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь срам твой». «Когда читаешь выступления зарубежных по отношению своих же недавних решений, то видишь их пораженными нецельной слепотой и одержимостью бесовской». 2 Царств 13.15.16. «Потом возненавидел ее Амном величайшую ненавистью». «Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней». «И сказал ей Амном, встань, уйди». «И Фомарь сказала ему, нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». «Но он не хотел слушать ее». Трозаконие 28.28. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». «Чья-то сильная молитва достигла слуха Господа Саваофа, что в раз были поражены слепотою почти все, кто не видит, что происходит с РПЦЗ». «Четвертое царство 6.18». «Когда пошли к нему сиряне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою». «И он поразил их слепотою послу Елисея». «Цитата». «Митрополит Виталий был убежденным сторонником открытия российских приходов РПЦЗ». «Каковое решение и было принято Архиерейским собором 2 по новому стилю 15 мая 1990 года». «Газета «Православная Русь» номер 12, 1990 год. Сейчас некоторые считают, что такое решение было неверным. Однако непристрастному наблюдателю ясно, что этот шаг был в то время необходимым и своевременным. Нужно иметь в виду, что собор Русской Зарубежной Церкви никогда не принял бы такого решения, если бы не горячие просьбы об этом из России, причем из среды самой Московской Патриархии. Среди сторонников РПЦЗ в России были представители культуры, литературы, историки, общественные деятели, в том числе бывшие политзаключенные, среди них В. Салаухин, П. Поломчук, В. Порэш, В. Тростников, А. Антонов, В. Виноградов, Зоя Крахмальникова, Александр Нежный, П. Проценко, А. Огородников и другие. «Российские приходы РПЦЗ, подобно Арьеграду армии, приняли огонь на себя». Арьеграду армии приняли огонь на себя. Разъяснительная и пастырская работа таких священнослужителей РПЦЗ в России, «Как, например, отец Льва Лебедева принесла добрые плоды, ибо лучше отрезвляющее слово горькой правды, чем сладкая ложь». Владыка Виталий покровительствовал зарубежным клирикам в России, стараясь утешить и подбодрить их на нелегком пути. Конец цитаты. «Православная Русь, номер 19, 2006 год, страница 8 и 9. «Им, коллаборционистам, никогда не услышать вот этой похвалы». Книга Руфь 3.10. Ваос сказал, «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Мы, окруженные пространством темноты, Насколько ж одиноки и несчастны, В космическом бездонье дух застыл, Огарочек остывший и погаший, Похоже внешне будто на отца, Приметы матери случайны при улыбке, Но я как личность сохранюсь ли сам, Как статуя, не затеряюсь в глыбе. Бог опознал во мне свое подобие, Свой образ, что заложен был вначале, Признать Создателя, насколько нам удобней, Без Бога мыкались, упойло мычали. Я укажу на Божью перспективу, В которой смысл художникам заложен, И с благодарностью смотрю на Божье диво, Еще и потому, что сам я Божий. Заговорю ли с молодым, со старым, Повсюду неподдельный интерес, И светит ярко тухнувший огарок, Всем возвещаю, что Иисус воскрес. С Христом нет тьмы, неясности и страха, Мы знаем, вслед за смертью встреча с Ним, Благоуханием эта встреча пахнет, И враг не превозможет, не стеснит. С утра до вечера какие-то дела, Под сенью Библии сто крат благословенный, Она к Иисусу точно привела, И навсегда нас вывела из плена. И даже ночью, в чудной темноте, Тьма тоже чудо, нужное для снов, В которых все не так, и мы не те, В них часто прошлое переживаем вновь. Каким же сильным ощутил себя, Соединившись с Богом во Христе Иисусе, На нас с надеждою спасенные глядят, Там отдохну, ликуя, восьмеюсь я. 6 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин 7 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин